Всем привет! Сегодня продолжаем тему FPV квадриков бюджетных, скажем так, FPV квадриков с монитором в комплекте, со всем в комплекте. Сейчас, секунду, вытащу только. Итак, значит, квадрик по размеру напоминает VL, то есть V686, также идет с защитой, также у него в комплекте камера. Сейчас, давайте я вытащу его, и более наглядно мы посмотрим его уже. Вот, все это лишнее. Так, здесь, это сюда ноги-лапы. Значит, да, пластик, знаете, JJRC H9C называется модель. Пластик, скажем так, дешевенький. В комплекте аккумулятор, можете вот там вот увидеть, на 650 мА, однобаночный. И это как-то вот так вот будет закрываться. То есть, реально, ой, какой-то неприятный пластик. У VLT, пластик куда приятнее был. Защита на винты для полетов дома, запасные винты двух цветов, как здесь видите, зарядное устройство. Ноги, кстати, они... А я не знаю, зачем они нужны. То есть, мы их вот так вот ставим, но будет садиться на них. А, ну, тем самым, здесь же привод через шестерни, меньше вероятность, что у нас что-то туда забьется. Ну, согласен, в принципе. Но я не буду их ставить, только будут мешаться. И, опять же, мы имеем возможность записывать полет. В комплекте карточка на 2 гигабайта и картридер. Ну, 2 гигабайта, скромненько. Карточку сразу достанем, картридер можно убрать. Так, с этим все понятно. Инструкция. JJRC на английском. Так что, друзья мои, все вам будет понятно. Аппаратуру управления. Погнали. И все, собственно, весь комплект. Ой, как экран-то закрыли, а? Какие молодцы-то. Ой, здесь еще даже пленочка защитная. Сразу снимем, чтобы не мешалось. Что могу сказать? Здесь, если вы обратите внимание, то в отличие... Так, а как антенна? А антенна... Тут нет антенны. Блин, подождите. То есть, они предполагают, что вот так вот без антенны будет экран. Он принимает куда? На аппаратуру? Ничего не понимаю. Ну, короче, ладно, посмотрим на его дальность. Здесь как бы антенна у нас есть такая торчащая. Ну, глянем. Здесь питание. Питание идет через нашу аппаратуру. То есть, кнопки не подписаны ничем. Что-то как-то мне, знаете, не очень пока. Ну, посмотрим, что у себя покажет. Нет отвертки в комплекте. Сейчас придется открутить, чтобы включить. Аппаратура дешевенькая. Ну, то есть, такая же дешевенькая. Если сравнивать два, да, квадрика. Нету никакой защиты на экране солнечной. То есть, нужно самому что-то колхозить. Поэтому, ну, менее будет приятно, может, видать. А может, здесь лучший экран. В чем я, конечно же, сомневаюсь. Сейчас я откручу, и мы его запустим. Тут нам требуется шесть пальчиковых аккумуляторов. Блин, ну, я вот, конечно, хорошо отношусь к их квадрикам. Но что-то как-то вот этот мне непонятное ощущение от него. Здесь тоже все что-то торчит. Провода, смотрите. Ну, вот что, нельзя как-то нормально их соединить в одно. Придется мне их изолентой обматывать или чем-то таким. Значит, кнопочки включения здесь нету, поэтому соединяем. Ну, давайте включим аппаратуру. О! А, вот как! Ой, отлично! Сейчас я вам покажу, что я увидел-то. То, что означает кнопочки, написано на экране. То есть не надо там ничего запоминать, что у меня тут вот это, вот это, это, вот это. Так. Да, неудобно немного. Люблю когда с кнопочкой on-off. Так. Мигает. Выключаем, включаем. Вот видите, пошел контакт. Все, законнектился. Давайте проверим. Ой! Так, связи пока нету, как вы видите. Вот здесь вот, если вам видно. Я не вижу в камеру, видно там или нет. View, Rack, Snap какой-то, Down Up. То есть мы можем посмотреть. Не нажимается. Ой, я что-то нажал, он у меня замигал. В общем-то, карту памяти я еще туда не вставил. А Up, Down. Вот я что-то нажал. Знаете, я вот опять пытаюсь без инструкции. Без инструкции. Давайте я сейчас взлечу, потом я поизучаю инструкцию и на улице уже полетаем. Потому что, ну, здесь безразнественно. Видно, не видно. Так, погнали. Приятный. Я хочу сказать, что мне кажется, что он такой-то тормозной. То есть я делаю вправо. Ну, какая-то там задержка есть небольшая. Должен побыстрее реагировать, но мне нравится. Ну, конечно, не супер мощный. Звуки хорошо. Да. Приятный звук. Согласен. Нету проставочек резиновых, поэтому жестко падает. Но квадрик все равно для улицы. Значит, расходики здесь переключаются. Здесь кнопочки я посмотрю, что еще обозначают. Экран у меня почему-то вырубился. Я не знаю, почему он у меня вырубился. Это я потом изучу. Вот здесь вот спереди. Смотрите, подсветка есть. И у самого подсветка есть. Спереди красная. Сзади, получается... Ну, будет, наверное, зеленая. Я не знаю, что он мне сейчас хочет этим сказать, своим миганием. Буду изучать. Поэтому, друзья мои, давайте погнали на улицу. Разберусь, как у нас здесь все работает. И посмотрим, как он летает и далеко ли он может улететь. Погнали. Сразу давайте по минусам, какие могу отметить. Это неудобный батарейный отсек. То есть он какой-то странный. Как-то закрывать его плохо тут. Боишься камеру повредить. Но вроде влазит. Вот. И большой минус... Так, здесь антенна направлена вбок. Большой минус, значит, в пайке, в аппаратуре. Я думаю, почему у меня вырубился монитор. В аппаратуре здесь внутри разъем полностью отлетел от платы. Пришлось разбирать и паять. Поэтому будьте внимательны. За это минус. Так, это расходики у нас контролируются. Low, high ставим. Сразу high. Мониторчик. Мониторчик. Почему я ничего не вижу? View. Видео. Так, ой, смотрите, тут настроек-то сколько, а? А, да-да-да-да-да. Down, play, up, back. Так, я что-то в камеру ничего не вижу. Камера вроде отдельно не включается. Карта памяти можно вставлять и в монитор, и в сам квадрик. Ой, неужели здесь еще звук есть? Так, в общем-то, что-то я не понял. Я летать-то могу. Я ничего не вижу в монитор. Давайте переключим. Потому что на камере он-офф нету, ничего нету. Блин, ну, неудобный отсек. Вот, там ничего не изменилось. Ну, он типа прием 0 пишет. Приема нет. Так, вырубаем, врубаем. То, что SD-карта есть, он уже определил. Тут все вставлено. То есть, вот мы вставляем. Да. В общем-то, так. Это только питание. Ну, значит, друзья мои, что-то не хочет никак работать. Вот я могу видео просмотреть, ну, соответственно, там пусто. Могу рек нажать, но связи нету. Пишет, что не может от него поймать. Давайте просто полетаю, потом я буду разбираться, смотреть, заработает или нет. Если не заработает, конечно, в конце видео это отпишу. И к покупке не рекомендую. Давайте посмотрим, как он летает. Вяло, не вяло? Сейчас, секунду. Ой-ой-ой. Так, ну, ветра, скажем так, нету. Это что за неадекват? Да, что-то как-то... Ой, какой непонятный. Смотрите, даю полный газ, и он клонит в сторону. То есть, вот смотрите, лечу-лечу, полный газ даю, а он как-то в сторону отклоняется. Неадекватный. Я вообще, конечно, хорошо отношусь к продукции JJRC, но данный квадрик что-то какой-то ни о чем. Нет, понятно, что он там летать по камере медленно, скажем так, но камера не работает. И реально какой-то неадекватный. Не-не-не-не-не. Я думаю, не стоит вообще покупать такой квадрик. Значит, отмечу минусы. Пайка неадекватно летает, камера пока не работает, а материал корпуса просто какой-то неприятный, скажем так. Вот против ветра он очень плохо летит, на полном газу, на полном, на полных расходах лечу, скажем так. Газ полный даю, он неадекватно реагирует. О, да и все. Монитор не проверил, как бы не вижу, как он снимается. Вон, что-то с ним творится непонятное. Его ветром колбасит просто. Я хочу его вернуть, но не получается. Ой, ветер задул, я боюсь, сейчас вообще он куда-нибудь улетит. Значит, монитор не проверил, шторок защитных нету. В общем-то, вот я пытаюсь к себе подлететь и никак. Вот получилось. Провода торчат. Друзья мои, ну, подсветка есть, да, но вы такую не увидите. То есть, это реально очень слабая. Прилод через шестерни. Ну, коллекторный, понятно. Не знаю, вы меня разочаровали. GGRC, видимо, пока FPV не ваш конек, поэтому не стоит, не стоит покупать такой квадрик. Реально, друзья мои, ну, ни о чем. Не понравился. Я надеюсь, мне получится его починить, посмотреть хоть видеоприем, но, видимо, камера не хочет передавать изображение. Монитор работает, а камера никак. Повожусь, попробую. Если нет, конечно же, вот здесь я внизу отписался. Все, я разочарован. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok